Всем привет! На связи Браун и еженедельный дайджест от канала Хороший Выбор. О котором будут анонсированы некоторые эксклюзивные проекты, презентации от разработчиков игр, а также захватывающие сюрпризы. Последний, разумеется, нас интересует больше всего в данном контексте. Как предполагается, именно на этом ивенте чипмейкер продемонстрирует новое поколение видеокарт, а также выдаст избранным участникам образцы для тестов. Именно так и было в прошлый раз на выставке GDC 2017, когда анонсировали 1080-ю модель ускорителя. Надеемся, в этот раз нарушать тенденцию Nvidia не станут. Вторая новость касается непосредственно архитектур грядущего и текущего поколения видеокарт, а значит дальше будут таблицы. Одна из азиатских компаний выдала свои заявки на аттестацию продуктов в некоторые интересные подробности, самой важной из которых является строка с названием GeForce GTX 2080. Что это? Действительно ли новое поколение будет носить такое обозначение, или это уже старый излюбленный ход компании скинуть наживку? В любом случае, событие достаточно странное, и верить ему на 100% также не нужно, потому как сами зеленые вновь хранят гробовое молчание. А вот что точно любят абсолютно все, так это роадмапы на ближайший год от крупных производителей железа. В очередной раз в наше распоряжение попадается карта процессорных планов Intel вплоть до второго квартала 2019 года. И это, как бы так сказать, очень хорошо, потому что последний роадмап от синих мы получали уже больше месяца назад. Несмотря на то, что некоторую информацию вы уже знаете, все-таки ее можно дополнить парочкой интересных заметок. Первая затрагивает расширение платформы LGA 2066 в конце этого года. В частности, семейство, которое увеличит список чипов, станет Basinfall Refresh, семейство многочиповых процессоров. Затем Intel планирует внедрить свои 28-ядерные процессоры Cascade Lake X, которые показывали на прошедшей выставке Computex 2018. Также стоит отметить и Core 9000-й серии, которые появятся в продаже в первом квартале 2019 года, что противоречит уже имеющейся информации об анонсе CPU этой осенью. Более подробно со всей карты вы можете ознакомиться, поставив ролик на паузу. Сегодняшний выпуск получается очень богатым на информацию от всех ведущих производителей, что, несомненно, радует. Вот, например, 32-ядерный Threadripper 2990WX, судя по представленной информации, спокойно берет частоту в 4,1 ГГц при достаточно низком напряжении, которое составляет 0,912 В. Из остального это поддержка многопоточности у камня, а также номинальный TDP в 250 Вт. Что интересно, данная версия процессора раньше нигде не фигурировала и, скорее всего, является специальным экземпляром для представителей СМИ и производителей материнских плат. Кстати, братья-китайцы насмотрелись на то, как Sony и Microsoft делают свои приставки и подумали, чем мы хуже. Тем более, что база на однокристальных системах – это не настолько уж эксклюзивная разработка для консолей, поэтому на этой основе можно сделать и свою. Жонгшан Субар, конечно, звучит менее лаконично, нежели вышеназванные производители, но в конечном итоге какая разница, если машинка будет работать? Китайцы также анонсировали игровой десктоп, который уже можно приобрести по цене в 726 долларов, если вы живете в Поднебесной, ибо пока что производитель не собирается продавать свои товары за пределами страны. Основой для ПК стала система от AMD на архитектуре Zen с поддержкой многопоточности и частотой в 3 ГГц. Графическим ядром, разумеется, стал Radeon Vega. Никаких подробностей о грядущей консоли не поступило, однако эти ребята знают, как заинтриговать. Будем ждать новых подробностей и с радостью делиться ими с вами. Ну а пока предлагаю перейти к игровым новостям недели минувшей. Утро начинается не с кофе, а с забористого трейлера грядущего батл-рояля, который разработчики Black Ops 4 прикрутили к своему проекту. Новый режим Blackout является смесью всех популярных трендов королевских битв. В ролике вы можете увидеть настоящий игровой процесс режима, который будет проходить на огромной карте с привычными правилами. Выживает только один. Что интересно, помимо вооружения огнестрельного, можно будет пользоваться боевой техникой и другим транспортом, что несколько усложняет процесс понимания баланса в этом режиме. Но да ладно. Если вас заинтересовал подобный микс колды и PUBG, то милости просим на открытый бета-тест, который пройдет 11 августа на ПК. Другой не менее интригующий проект во вселенной Dota 2 также обзавелся новыми подробностями. Как стало известно, карточная игра Artifact at Valve появится в продаже 28 ноября, разумеется, в сервисе Steam. К слову, разработчики сообщили, что опробовать игру все желающие смогут уже на выставке Pax West, которая пройдет с 31 августа по 3 сентября в Сиэтле. Как заявляют авторы, их карточная игра будет отличаться от других представителей жанра и предложить несколько иной игровой опыт, например, концентрацию сразу на трех линиях. Поживем-увидим. Новость из раздела слухов пришла с просторов BioWare. Как предполагают некоторые пользователи, компания работает над продолжениями франшиз Mass Effect и Dragon Age. Поводом для таких выводов послужило сообщение в блоге, оставленное генеральным менеджером компании Кейси Хадсон. В сообщении говорилось о том, что разработчики видят отзывы фанатов и понимают, что другие проекты им забрасывать не стоит. Напоминаю, что сейчас вся сила студии брошена на разработку их новой экшен-рпг Ансон. Также Кейси сообщил о планах компании посетить грядущую выставку Pax West. Компания Codemasters предлагает получить полную версию тактического шутера Operation Flashpoint Dragon Rising абсолютно бесплатно. Для этого вам всего лишь необходимо скачать официальный лаунчер и совершить покупку в игровом магазине. К сожалению, данная акция не распространяется на пользователей Steam и, скорее всего, нацелена на продвижение своего собственного загрузчика. Что ж, в любом случае подарок очень приятный, и если есть желающие, то до 5 сентября у вас будет на это время. Именно тогда заканчивается данное предложение. На этом все. Рассказывайте друзьям и подписывайтесь на канал. Увидимся уже совсем скоро.